Итак, Blender 2.91, теперь меня интересует, как он сможет прыгать, вот пока визуальный такой обрыв, может быть его придется растянуть, уменьшить там или еще как-то, но пока делаем анимацию опять. Выбираем кости персонажа, заходим в постмод и тут у меня опять, почему-то я сохранял его в прошлый раз, а в этот раз кости опять присутствуют. Сейчас все подготовим и будем делать его опять под анимацию. Тройка на нампаде и сохраню-ка я этот файл. Save. Итак, этот персонаж должен перепрыгнуть вот этот вот обрыв. Опять вытягиваем таймлайн, крутим колесико, перетягиваем. Итак, первый, пятый, десятый, пятнадцатый. Вот так, наверное, и будем делать. Так, у нас, значит, есть кости. Выбираем английское А. Все кости или нет, не все. Сейчас нужно его будет поставить в позу на первом кадре. Значит, он должен присесть. Вот так. Одна лапа у него, значит, G отводится назад. Вторая лапа у него чуть-чуть вперед. Первая лапа чуть-чуть вперед. Эта лапа вот так назад. Это будет у него первая поза. А. И лакрот. Так, теперь у него, получается, должна быть, должен быть пятый кадр. Так, пятый кадр, вот где, так, какая лапа тут стоит. Вот где первая вот эта лапа стоит. Вот эта. Здесь будут ноги. Это, значит, первый, второй куб, конец второго вот этого деления. Мы его переносим G вот сюда. Эту лапу теперь подставляем вот сюда. Перекручиваем R. Его вот этот таз. G. Лапу, значит, G. Лапу, значит, одну. Это какая у него? Правая? Ага. Правую вот так. R. Перекручиваем. А левую лапу, переднюю, вот сюда вот так. И тоже перекручиваем. Опять же R. Больше выгибаем. Опять же подтягиваем. Вот так. А эту вот сюда. Теперь R. Выгибаем позвонок. Это значит R. Чуть-чуть назад. И голову вот эту вот нагибаем вот сюда. Хвост. Р. Поднимаем вот до таких размеров. Тройка на нампаде. Ноги стоят. Все на месте. Эту лапу, значит, чуть-чуть сюда. Еще больше перекрутим. А эту лапу, значит, G. Под тело. И тоже немножко перекрутим. Получается вот такая штукенция. Смоем. Его тут перегнуло прям нехило. Значит, что делаем? Возвращаемся на первый кадр. Заходим в Edit Mode. Включаем кости. И вот теперь сделаем такую штукенцию. Вот эту косточку Shift D. Выводим на грудь. И еще одну Shift D. Выводим вот сюда. Вот таким вот образом. Заходим в Object Mode. Здесь уже будем перевязывать, раз в позе он стоит. Давайте попробуем, что получится. Я так не делал никогда. Это Ctrl-P. Увыд, автоматик, виджет. Перевяжем кости. Исчезла у нас покадровка. Все вот таким вот образом. Выбираем, значит, кости. Заходим в Post Mode. Выбираем кости. Английская A. Так, кадр остался. Все нормально. Это зашибись, значит. Можно в процессе его вот так вот изменять ему кости. Ну и повторяем. Пятый кадр. G вот сюда. Лапу заднюю G сюда. Перекручиваем, значит, R. Хребет. Правая лапа выходит вот сюда под грудь. R перекручивается. G вот сюда она подставляется. И левая лапа передняя подводится вот сюда. И R перекручивается. И немножко G вот так вот вниз. Смотрим теперь на грудь. Так, грудь пока на месте. Тройка на нампаде. Нужно подрегулировать опять же. Выбираем вот эту кость. Жмем R. Выбираем вот эту, так, шею R. Вот таким вот образом. И смотрим, какая поза. Вот, вы видите, что мы добавили кости. И грудь теперь на месте. Не поломанная. Это вот теперь хорошо. А вот с хвостом, с хвостом. Вот это уже плохо. Надо его еще больше задрать. Вот так. А, и локрот. Отключаем кости и смотрим, что же получилось. Так, нет промежуточного вот этого кадра. Его нужно будет потом прописать. Вот он должен будет вот здесь вот появиться этот кадр. Ну ничего, пока пишем основные. Пишем теперь десятый кадр. Так, и десятый кадр у нас, значит, получается G. Мы его выводим вот сюда где-то. R перекручиваем. И вот эти ноги G вытягиваем вперед. В смысле назад. G вытягиваем назад. Хвост R вытягиваем. Позвоночник R назад перекручиваем. И вот эти лапы G вытягиваем вперед. Прям хорошо вытягиваем вот так вот. Раз. Ну, чтобы были локти. И вот так вот тоже вытягиваем. И так, значит, на десятом А и локрот. Смотрим, что получается. Вот здесь нужны будут еще промежуточные кадры корректировать. Сейчас тоже попробуем. Так, теперь пятнадцатый у нас идет кадр приземления. Выбираем персонажа. Значит так. Так, на пятнадцатом G. R. Вот так вот. G. Вот так. Голова. R. Выкручивается. Ноги. G. Чуть-чуть сгибаются. Так, вот эту часть R больше прогибаем. Английская A. R. Вот так вот персонажа выкручиваем, чтобы он изогнутый был. Ну, а теперь нам нужны вот эти лапы. Так, это значит вот так. Ставим и выкинаем лапу на приземление. Ну, и эту тоже лапу. Вот так. И R на приземление G. Вот. Рядом их не ставьте. Желательно, чтобы и ту, и эту лапу было видно, как и тут вот. Вот таким вот образом хотя бы. Можно наоборот. Вот эту лапу. Левую, переднюю, чуть подальше. А левая, короче. Да, а правую, переднюю, чуть вот так вот. Ну, опять же, как бы на вытянули. Но чтобы их было видно. Чтобы получилась вот такая штука. Потом еще тут будем поправлять тоже, конечно. Так, тройка на нампаде. А И Локрот. Пятнадцатый кадр есть. Нам теперь понадобится двадцатый приземление. Так, смотрим, подойдет ли нам первый вот этот кадр, да? Ну, попробуем, значит, один кадр выбрать. Шифт D. Копируем и ставим его на двадцатый. Так, теперь вот этот А выбираем. И нам нужно его перетянуть вот сюда, вот так вот. А и... Так, пардонте. О, что такое? Так, а вот с этим уже получается косяк кадром, да? Угу. Ну, не беда. Долитки, фрейм. Будем из этого кадра как-то изъеживаться. Значит, выбираем позвоночник. Перекручиваем. А Р Вот так. G Вот так. Эту лапу, значит, Ctrl Z Вот эту лапу G Сюда R Перекручиваем вот к саму мягкую эту часть, где пальцы. Вот так вот. Эту тоже G R G Эту чуть назад Эту тоже так Ctrl Z Не тукость выбрал G Назад А Значит, садим ее пониже Шея R Перекручивается Позвоночник R Перекручивается Еще немножко голову перекрутим Ну, а теперь лапы Значит, это тоже Ставим на низ Перекручиваем G И вот эту тоже G И R Английский Ну, хвост так и оставляем Семерка на нампаде Давайте попробуем еще поворот тела Значит, R Перекручиваем голову Вот так вот А И Локрут Ставим 20 кадров И сейчас будем над ними работать Тройка на нампаде Нам понадобится теперь 18 кадр Так, здесь у нас Вы видите, что он ерзает 15 И пошло движение Именно к 20 Но мы сделаем все иначе Мы запомним Где находятся вот эти сейчас Первые лапы На 15 И потом Получается 18 Пропишем A И Локрут И отведем 18 кадр Вот сюда Пропишем A И Локрут И Смотрим Что получается Так Получается Нормально Но теперь Получается Что нужно И 20 Этот кадр Перевести Вот сюда Так Это получается 18 Приземлился Так Вот сюда Раз Два Так Второй Куб Значит 20 Мы переводим Тоже Вот Сюда А А И Локрут И получается Тогда Здесь Вот у нас Раз Посадка Только Посадку Мы сделаем Другую R 20 Кадр Перепишем И G Вот так И хвост R Задерем Прописываем А А И Локрут Смотрим Ну вот Он Типа Раз И Присел Нормально Так Теперь Что Нам Надо И Здесь У нас Вот Так Йорзание Идет Потому что Он Спрыжок Должен Тоже Отходить От От Задних Лап Задние Лап У нас Вот Здесь Стоят Значит Мы Этого Персонажа Вот Сюда Перетаскиваем И Перепрописываем А И Локрут Ну а Полет Уже Оставляем С дальнейшей Пропиской Вот Так Вот Итак Прыжок Вот У нас Здесь Идет Отрыв Здесь Идет Приземление Получается Что У нас Вот Эта Часть Должна Быть Поближе К Десятой Части Ну К Десятому Кадру Вот Он Уже Ускоряется Но Вот Этот Кадр G Двадцатый Мы На Двадцатый Оттащим Чтобы Замедлить Во Ну И Вот Эти Кадры Наверное Чуть Чуть Оттянем Слишком Быстро Так А Вот Здесь Замедлим G Вот Так Вот 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 Это Уже Классно Получается Это Значит Пятый Пятый Кадр И Он На Согнутых Лапах Прыгать Не Может Правильно Значит Нам Нужно Выбрать Тазовую Кость Выбрать Лапы И Его Так Вытянуть Вперед И Под Наклон А И Локрот Смотрим Так Отключаем Фару Так Теперь Получается Что Мы Должны Это Все Дело Выбрать И С С С Английская И Хотя Бы До 24 Кадра Выбираем 24 Кадра Смотрим Что Теперь Получится О С С Так Вот Здесь На 19 Значит Здесь Лапы Идут Вот Так На 19 Что Мы Сделаем Смотрите Мы Возьмем Тазовую Кость Выберем Лапы Задние И G Его Как Был Вперед Вот Так Вот Потянем А Теперь G Эти Лапы R Перекрутим И Подставим Поближе К Этим Лапам Вот Это Будет Нормальное Приземление Так Что То В таком Духе Выбираем Еще Одну Лапу И G Ее Как бы Сюда Подставляем А эти Лапы Остаются Тут Ну И Хвост Еще Немножко R Можно Подсогнуть Голову Голову Пока Семерка На Нам Паде Вывернем Назад Тройка На Нам Паде Семерка Вот Раз Он Прыгает Приземляется Затем Так Приземлился Здесь Значит Так Это Он Должен Здесь Подняться G Опять С головой Здесь Пока Рановато Ее Поворачивать Давайте Вернем Ее Назад R Назад Так Тройка На Нам Паде И Локро Так Здесь Сейчас Сообразить Надо Вот Этого Тоже Движения Не Должно Быть Значит 20 Он Приземляется Делаем Здесь Shift D Копируем И Вот На этом Кадре Будем Играть Теперь Значит Он Должен Как бы Присесть Вот Так Вот G Лапы Как-то Так А И Локрот И Смотрим Так Вот Он Прыгает Приседает У него Идет Привязка Именно Прижимает Его А На Этом Кадре Тогда Этот Кадр 20 Мы 24 Удаляем Выбираем Вот Этот Кадр G Пардон Control Z Делаем Shift D Копирование Ставим На 24 И Вот От 24 Будем Теперь Плясать Значит Теперь Мы Его G Вытягиваем Значит Передними Должен Оттолкнуться Так Не соображу Так 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 Значит Он Приземлился Чуть Чуть Посидел И Задними Лапами Он Толкается Да Задними Значит Он Толкаться Должен Вот Так Передние Лапы G Уходят Вперед Вот Так Так Тройка На Ном Паде G Уходят Вперед Тело Значит У него R Прогибается Чуть Чуть Лапы На Изгиб И Теперь Голова Шеи R Вот Так Хвост Теперь Вытягивается Это Что У нас Тут Получается Ну Так Вот Раз G Как Б Должен Погасить Эту Амплитуду А И Лок Рот Смотрим Что Получилось Приземляется И Наверное Должен Уже G Вот Быть В полете Так Теперь Вот Эти Части Чуть Чуть Подсогнуть И Через Шифт Выбираем И Наверное G R Как-то Вот Так Наверное И Лок Ро Тут Заканчивать Анимацию И Так Раз Шифт Шифт И И Лок Рот Выбираем Теперь 24 Удаляем 24 Delete Кейфрейм 23 Значит Оставляем И Шифт Д Его На 24 Здесь Типа Он Подпрыгнул Чуть Чуть На этом Кадре Он Должен Подпрыгнуть Вот R Вставим R Выравниваем G Вот Так Вот А И Лок Рот И На 25 Вот Здесь Он Должен Уже Стать Как Обычно О Хвост Можно Теперь Опустить А И Лок Рот Ставим 25 Кадров Смотрим Что Получилось Так А вот Здесь У него Прыжка Нет Ну Просто Он Ну Просто Перепрыгивает Тоже Неплохо Ага Поставим G Лапу Сюда И Одну Лапу Сюда А И Лок Рот 20 Какой тут У нас 24 Попробуем Delete Удалить Вот Опять Идет Перепрыг А Почему Потому Что Здесь Он Должен В Воздухе Быть R Так Ctrl Z R Перекручиваем Голову Опускаем Вниз Вот Так Вот Тоже Перекручиваем Ага R Перекручиваем И Лапы Поднимаем Кверху Вот Так Вот Раз Так Эти Тоже Лапы Кверху А И Лок Рот И Вот Теперь Да Базара Нету Раз Он Подпрыгнул И Стал Но Здесь У него Еще Должны Быть Промежуточные Посадка Значит 22 Посадка У него Идет 23 Отрыв 24 Полет В воздухе И Потом Приземление G Вот Так Вот Приземлиться Он Должен Так Не ту Клавешу Вот Так А И Лок Рот И Уже На 26 Тогда Кадре Или На 28 Лучше Он Должен Подняться G В Обычную Позу А И Лок Рот Ставим 28 Кадров И Смотрим Что Получилось Кости Отключаем Так Вот Так Вот Так Вот Эти Значит Кадры Немного G Отводим Вперед Так Вот Этот кадр 26 Ближе К 28 Ну А этот Тоже Как бы Тут Задержка Должна Быть 2 А А тут Перепрыг И Получается Тогда Все Это Дело Мы На 30 Кадры Ставим 30 Кадров Уже Ох Ох Ты Едет Тво Вот Это Просто Прыжок Я На Туда И Прыжок Должен Быть Задержкой 28 Так И Вот Здесь Раз Он Прыгает На Согнутый Он Не Должен Приземляться Давайте Его Поднимем Берем Затаз Вот Так Вот Выбираем Теперь Косточки Пере Вот Эти Первые Так Тройка На Нам Паде И G Поднимаем Так Не G Опускаем А Косточки Передние G Поднимаем И Немножко Его Как Бы Вот Так И Голову Нагинаем Чтобы Он Основу Прыжка Перенял На Задние Лапы А Передние Потом Поставил Даже Одно Можно Чуть Чуть Вот Так Вбок Поднять А И Волк Рот И Смотрим Что Получилось Вон Уже Лучше Так А вот Здесь Что Получается Значит G Лапа Идет Вперед Голова Голова Тут Р Тоже Вперед Это Лапа Может Даже Чуть Чуть Поближе А И Лакрот Это Десятый Кадр 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 Так Что еще Получается Значит Здесь 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 В принципе Все Понятно Идет Отрыв Потом Ускорение Так Пропишем Пятый Кадр Но Пятый Кадр Наверное Мы Изменим Он Какой-то Тут Убожественный Мы Еще Перекрутим Таз G Уже Лапы Должны Подтягиваться И Голова Голова Уже Как бы Вверх Смотри А И Лакрот Так Пошел Отрыв На 29 Нужно Немножко Подсадить Вот Так Лапы Опустить Голову Подкрутить Хвост Да что ж Я на G Жму R Хвост Приподнять А И Лакрот Вот Изменили 29 Кадр Для чего Для того Чтобы Когда он Здесь Он Приземляется У него Идет Толчок Кверху Потом Он Задними Приседает Вот Так На 30 Так И отведем 30 Наверное На 30 На 35 35 Кадров Будет Вот Теперь Нормально Перескоп Более Мягче Так Здесь Вот На Преземление Замедлило И потом Ускорение Так Замедляется Вот Вот Теперь Класс Посадка Что Здесь С ногами Вы Видите Что На 17 Ноги У нас Перекручиваются Это Не Есть Хорошо Ctrl Z Это Все Дело Нужно Переписывать Чтобы Было Мягко Значит Тройка На Нападе G Это Вот Нога Вот Так А Вторая Нога Это Как Вот Так Вот Может Ити И R И G Ну Как То Так Наверное Вот Так 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 В принципе Нечеток Тройка На Нападе А И Лок Рот Вот Задница Садится Вот Она Садится На 22 Он Приседает Ну И К Земле Притягивает И Здесь Идет О 24 У нас Тоже Кадр Стал Подгонять Ого Здесь Растях Идет Что То С ним Стало Происходить Ну Вот Это Вот Нормально Вот Это Вот Нормальный Вариант А Вот Это 24 Уже Ненормальный Давайте Его Делит Удалим Нужно Проверять Вот Теперь У нас Вообще Пошла Тут Пляска Тряска Контрол З Такого Делать Нельзя У нас Должен Кадр Быть Именно Где Он Толкается И Вот Это Все Делая Походу Нужно Переделывать Теперь R Мы Его Приподнимаем А И Лок Рот Руки У него Лапы Становятся На место Просто Он Низко Опустился Следом Вот Этот Кадр 25 Он Нормальный Но Его Нужно G И Поднять Повыше Программа Сама Говорит Что Вот Делай Так А И Лок Рот Мы Его Переписываем Бэт И Здесь Он Должен Приземлиться Так Здесь У него Верхняя Точка Так Это Вот Приходится Вот Эти Кадры Наверное Жертвовать Ими Или Переписывать Так 29 Если Мы Посадим G Пониже Вот Так Вот Раз А И Лок Рот Так А Что Тут Получается Эти Значит Delete Reframe И На 27 Это Значит 25 Нужно G Перетянуть Где-то На 27 Ну Вот Уже Нормально Жестковато Жестковато Конечно Но Вот Эти Кадры Можно Чуть Чуть Пораздвинуть Вот Посадка У него Хорошая Прописался И Поднялся Вот Это Все У него Нормально Вот Эта Часть Что-то Меня Смущает Вот Так Прикольный В Принципе В Полете Он Ну Попробуем G Вот Так Сделать Как-то На И Голову Чуть Чуть Наверное Приподнять А И Лократ Переписываем И Вот Так Вот Его Постоянно Нас Шлифовать Так Вот Раз Он Толкается Не Так У него Прыжок Опять Прыжок Нужно Вот Эту Подловить Это Значит Лапа Вперед Идет Лапа Вперед Идет Это Тоже Идет Как бы Сюда Наверное Вот Так Вот Вперед И Голова Тогда Должна У него Наклониться Чтобы Он Смотрел Куда Прыгает И Вот Так Хвост Завернулся Это Приземлится Он должен На Другую Точку А И Лок Вот Так Вот Сюда Это Получается Раз Два Три Вот На Третий Куб Так Так Получается Вот Эти Два Кадра Опять Нам Не Подходят Если Если Удаляем И Он Начинает Ломать Это Тоже Нехорошо Будем Значит Этот Кадр Значит Он Сделанный На Тридцать Четвертый А этот Значит На Тридцатый И Тридцатый Кадр Мы Делаем Опять же G Вот Сюда Перетаскиваем R G R И Еще Немножко G Ну И Голову Чтобы Нос Не Расшиб Он Должен Ее Задрать Во А И Лок Рот Вот Такая Песня Тридцатый Кадр Теперь Опять Жимов На Третий А И Лок Рот Ну А Тридцатый Тридцать Пятый Просто Нужно Поднять А И Лок Рот Ну Типа Подвинуть Вперед Ну И Смотрим Результат Убираем Кости После Долгих Мук Так Вот У него Задница Едет Это Не Есть Хорошо Тройка На Нам Паде Мы Это Дело Тоже Сейчас Исправим На Тридцатом Задние Лапы Стоят На Раз Два Три Четыре Пять На 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 Шестом На Тридцать Втором Мы Задние Лапы Задние Лапы Вот Эти Выбираем И Теперь Так Тройка Нам Раз Два Три Четыре Пять Шесть G Отодвигаем На Вот Эту Часть А И Лакрут Вот Мелочи Какие Да А Вот Теперь Раз А Пардонте Пардонте G Вот Сюда Чуть Чуть И Теперь G Чуть Чуть На Вот Так Вот А И Лакрут Лакрут Ну И Эти Лапы Теперь Нужно Что Раз Два Три Четыре Пять Чуть Чуть Подтянуть А И Лакрут Я его Родственник И Вот Эти Лапы Тоже А Лучше Уже Персонаж Отдай Чуть Чуть Наверное Всего А Оттянуть Так Чуть Чуть Вот Сюда Раз Два Три Четыре Пять Все А И Лакрут Чуть 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 так ну вот этот можно еще кадр g на сороковой типа медленно встает 40 кадр enter так с ним тут тоже проблема так у него на третьем стоят теперь получается на передние лапы через shift только нам падить чуть-чуть подвинуть вперед так и немножко и и немножко голову и немножко наверное таз g вот так вот и хвост тогда можно уже наверно опустить его крот опять же вот становится замерто просто лапа у него не перепрыгивает с места на место тут еще что можно сделать вот когда прыжок у него идет значит это 5 вот здесь у него отрыв ускорение так ну просто подправить амплитуду так что тут еще заходим в object mode тройка на нампаде вытягиваем теперь обрыв вот этот каким образом подгадываем под анимацию так парень у нас широкий должен занять берег нормально в принципе он нормально приседу ну как перепрыгивает больше и не нужен берегом на край прыгает все нормально если сейчас увеличить этот обрыв он уже не будет попадать просто анимация под это сделано ее можно переделать вот эти кадры я сейчас пропишу все вот эти кадры и вам выложу именно покадровку это полет получается 1 5 10 10 можно выше поднимать там допустим прыжок на 15 так как 10 10 у нас здесь получается вот этот кадр у нас и должен быть по по идее 10 вот этот который 12 должен быть 10 в принципе он и так неплохо прыгать 15 это получается с одного берега отрыв потом идет вот этот кадр 10 нам не нужен это значит дэвид кейфрейм и на 10 нужно поставить g вот этот отрыв вот эта верхняя . и его наверное немножко так это значит на заходить в пост мод опять же g как бы по центру поставить можно даже повыше вот так вот и локрот смотрим что получается опять же все ускорение при прыжке или скок добавляем здесь потом кадров вот этих вот промежуточных так вот это тот 8 принципе 8 должен так 5 идет отрыв 8 должен уже в воздухе быть вот этот кадр g он должен уже быть в воздухе эти лапы должны у него джи быть повыше голова уже выкручена вот эти лапы тоже выкручены и как бы ну разные стороны и это так вот эта лапа должна тоже погод вперед смотреть и и вот так как того и это тоже вперед а и локрот вот вот это уже лучше высота конечно у него маленькая можно сделать еще побольше так что тут ну вот эту часть вот этот перескок можно сделать вот так вот вытягиваем его вперед так и и и перекручиваем и опять лапы надо как бы к верху поднять вот так хвост уже перекручиваем тройка на нападе и локрот вот теперь раз а вот теперь мягче переход почему потому что у нас добавлен верхняя точка вот этот отрыва следом вот эта точка идет так это у нас получается приземление идет д значит тут эта точка у нас должна быть 25 джи так вот это что за . вот это должна джи быть двадцатая где-то а не получается ладно получится новые тогда кадры и будет все равно появится двадцатый только двадцатый будет вот такой так пятнадцатый остается приземление десятый верхняя точка пятый отрыв первое именно как отталкивать вот давайте первую еще переделаем что-то мне не нравится вот как бы вот так он должен а не первый это тогда должен быть вот этот кадр так это значит вот так вот он типа собирается прыгнуть еще больше нагинается и подается наверно как бы назад вот а и локрот вот эти кадры тоже можно переделывать которые отдаются так 5 ну вот нормально теперь я все прописываю и вам даю покадровку и будет выложена вот эта анимация прыжка так что еще нужно сделать ну в принципе при прыжке лапы расставлены вдоль вот так но приземление приземление все равно нужно делать на какую-то лапу он же не приземляется на все две лапы а там чертю может и на две вот толчок у него идет допустим ну тут все в принципе нормально вот раз он пошел вот у него одна лапа вы видите идет вперед одна чуть попозже и вот раз и ровно он должен это дело приземлиться это получается если сейчас мы включим анимацию вот здесь вот таким видом будет это все выглядеть да он двумя лапами прыгает тут в принципе все нормально у него но можно конечно тазовую кость покрутить там опору на какую-то лапу но у него опора вот сейчас вот правильно голова и опора идет на правую переднюю лапу и на две задние вот такая штука вот такая у него штукенция все всем пока до свидания на я затянулся ролик а вроде так просто прыгнул и все